Друзья, выходит Лин, это последний день, самый важный, самый интересный турнира Голда 2018 зимней серии. Турнир, собравший огромное количество сильных игроков со всего мира. И сейчас мы начнем с вами смотреть матч за третье место. Только что вышел Лин, чемпион орков, и последний китайский игрок, инфи. Будут спойлеры, если вы вчерашний день не смотрели полуфинальные матчи, то лучше идите посмотрите в записи. Там великолепные просто игры, а я сейчас заспойлерю результат, и будете потом жалеть. Все, я предупредил. В общем, вчера в первом полуфинале Лин проиграл, соответственно, Муну, 0-3. И удивительно просто, какие там у него странные были игры. Мун не показал ничего такого выдающегося, но в Лин как будто... Ну, не знаю. Ладно, не будем об этом. А второй полуфинал был, конечно, гораздо более эмоциональным, потому что мы с вами болели за Фогича, который играл против инфи. И там была целая трагедия, потому что первый матч он отыграл из рук вон плохо. То есть, вроде как контролит, но... Ну, то есть там диспелит виспа, там козлом идет харасит, но при этом теряет стартовый барак, предварительно добив нейтрального моба, именно бараком не получив опыт. Из-за этого у него сдвигаются все тайминги, вынужден строить второй барак, позже появляется Хантерс Холл, позже лорницы. А для стратегии в Mountain Giant FT3, когда тебя рифлопушат по таймингу, вот эти вот 15-20 секунд потерянных, недостроенные вовремя арчи еще были из-за того, что барак был позже. Они очень сильно зарешали, просто Фоги смел. Инфи смел Фоги без особых шансов. И у нас состояние такое было вчера, ну типа, что, ну как, ну что, как, что ты делаешь вообще? Но потом он три игры подряд, как Лев. Выиграл, все. И теперь он с Муном будет играть в финале. С Муном в финале, с его кумиром. Фоги уже не первый раз на голде, он занимал третье место на турнире, он занимал второе место на турнире. И сейчас у него вполне реальные шансы побороться за топ-1. Удивительно. Учитывая такое большое количество игроков с Кореей, Китая. Фогич красавчик. Приехал, вышел из группы и пошел по седочке вперед. Работаем. Играют они так же в БО-5, что в матче за третье место, что в финале. Да, Риаро, хорошая логика. То есть третье, второе, пора уже почемпионить. Упоминают о том, что действительно патч другой. Что эльфам он благоволит. Хотя конкретно эльфам благоволит какой-то товарищ в близзах, которого взяли... То ли он за эльфов играет, то ли он не особо много разбирался в Варкрафте. Может быть, он не очень хорошо играет. Можно подумать, что для того, чтобы балансить игру, нужно просто слушать игроков и как-то вытаскивать оттуда. Но, судя по всему, так и получилось. Человек, который писал патч, он или группа людей, которые писали патч, они просто надыбали самых разных изменений, без учета истории, без прогнозов, к чему это может привести. Потому что даже если бы они играли хоть как-то, хоть какой-то бэкграунд у них был за тех же самых эльфов, они бы поняли, что... Ну, так же, как мы с вами в первые же дни пришли к этому же самому киперу, к Т1, к баллистам, к застройкам, к агрессии, к экспандам. То есть там нужно сложить несколько факторов и понять, что... Сейчас я отключу уведомление, а то мне... Стим опять. Понять, что эльфам слишком жирно. Слишком жирно, понимаете? В идеале, конечно, за патч должен отвечать человек, который текущий игрок выше среднего уровня, который играет за рандом. И желательно, чтобы он играл за рандом на протяжении разных по истории патчей. То есть желательно вообще сначала ТФТ, по крайней мере, когда все это началось. Ну, когда вот новый юнит, новый тип атаки защиты, и понеслась. Вот. Чтобы, ну, просто он знал хотя бы, что происходит в реальности, в игре, чуть поближе к топу. Это тяж, ну, тяж, да. И главное, чтобы этот человек не был заинтересован, то есть чтобы он не был профессионалом, чтобы он не был связан ни с какими игроками, ни с какими командами. То есть просто чтобы человек был в курсе и теории, и практики, и анализировал. Все. Игру тогда не испортить. По описанию, Аббер один в один. Да, Аббер тоже очень хорош в этом плане. Там, правда, с комьюнити еще нужно работать. То есть ты должен фидбэк собирать, по желанию. Соотносить это со своей практикой. Игры за разные расы. Потому что быть профессионалом за рандом на высоком уровне практически нереально. Ну, как бы, и у тебя времени на другое ни на что не останется. Но в этом даже потребности нет. То есть вот на уровне, например, Алекса из Старкрафта, вот тоже очень подходящий кандидат для того, чтобы балансить игру. То есть вот это уже грендмайстр, с одной стороны, это не профессионал, но материала в голове у него настолько много, что он может предположить, к чему приведет на практике то или иное изменение за ту или иную расу. Ну что, друзья, мы дофлудились с вами до первой игры. Лин против Инфи. Начинаем смотреть. Я уже говорил, не под запись, правда, до этого. Но, повторю еще разок, в этом матче я абсолютно не болею ни за кого из них. То есть, с одной стороны, абсолютно беспристрастен, но, как правило, такие игры получаются с точки зрения комментирования очень неэмоциональными. И, может быть, это и хорошо, потому что надо эмоции поберечь для финала и для Фогича. Вот. Но, с другой стороны, посмотрим, каково это смотреть за игроками, которые тебе одинаково... Хотел сказать, безразличными. Нет, это не так. Инфи эльфа поставил. Да, я заметил, что Инфи поставил эльфу. Инфи может себе позволить. Но он не сможет менять расу в процессе. То есть, все, вот этот выбор окончательный. Это неправда, всегда болеешь за эльфов. Ну, вот Инфи, конечно, подпортил. Он же с Фогичем играл за Хуменов в полуфинале. Но здесь другой матчап. И вообще играть Мирор против родного эльфа, это очень тяжело. Ну, то есть, против человека, которого раса основной является. Блин, сейчас сложнее, конечно, будет, потому что я действительно невольно зачастую начинаю фокусироваться на эльфах. Здесь мы видим Блэйдмастер, Барак, Магазин. Помним про ключевые точки, где с определенной долей случайности, конечно, выпадают интересные... Интересные артефакты. Там Эмадга говорит. То есть, ты хочешь сказать, что патчить варик должен сам великий всемогущий Капитан Пойнт, Кабидан, Боинг? А ты в курсе, да? Ты прямо оттуда, ты еще с проплея. Я не знал Эмадга, что ты такой старый. Я целую неделю стримил по много числов, чтобы сказать, что как вы мне безразличны. Fullentemplar сообщает. Fullentemplar, хватит флудить. Все. Донаты отключены специально, чтобы не отвлекаться. Вы умудряетесь все равно отвлечь. Довольно агрессивный и необычный начало от инфи на старте. Крайне необычный. Обычно козел занимается тем, что при помощи Энтов собирает как можно больше опыта вокруг. Но он прям хочет харасить, вызывает Энтов, тут же блокирует Лин. Не, Лин вообще прекрасно реагирует на этот харас, на эту попытку, так скажем, хараса. Прекрасно. Прикопки нет, Энты абсолютно ничего не сделали. Он, видимо, рассчитывал, что Блэйдмастер будет где-то далеко. Далеко и занят своими делами. Как раз вот выбиванием тех самых артефактов. Может быть, он это делает для того, чтобы отвлечь Блэйдмастера, чтобы он не отменил тебе экспант. Показывают китайских болельщиков. Лин, король. Как же он блочит. Вы посмотрите, что он делает. Псих. Контролит Лин великолепно. Ай, прорвался все-таки. Одна деревяшка прорвалась на базу, но это не так важно. Но время. Единственное, чего добился здесь Инфи, это выиграл немного времени. То есть у него сейчас экспант где-то процентов на 40 достроен. Он, да, он уверен в том, что Блэйдмастер к нему не придет и не натворит делов. Да. Так, первая Хантреска. То есть там все-таки... Там был Хантерсхолд Догрейда. Я не отметил этот момент. И Гранты пошли в атаку тоже. Ну, Лин прекрасно все понимает. То есть козел просто так к тебе на базу не прибегает бесцельно. О, можно, кстати, прикопать уже. Две Хантреса, две Арчи. Тут хорошие дома... А, у него же прикопки нет. Можно прикопать, но прикопки нет. Ну, если бы была, то, конечно, это было бы очень больно для Блэйдмастера. То есть в Виндвок уйти-то уйдешь, но все равно урон будешь получать. Второй уровень нужно. Лин пока что замазывается, как вы видите. Сейчас я сделаю комментаторов погромче, потому что вижу, что их сделали потише, и фона не хватает. Там уже пара тысяч на Back to Warcraft. Класс. Дерево достраивается. Собирает абсолютно ненужный артефакт, который даже и передать-то некому. Эти три Агилы ему... Ни к чему абсолютно. Почему инф из альфа? Потому что он может поставить либо одну, либо другую расу. В группе он тоже вроде свичился. Два когтя выпадает. Нет, все-таки громковато, извините. Перестарался ей. Перестарался. Хороший криппинг. Сову сразу вешает бесплатную. Ну это последние... Уже в патче поменяли. О-о-о-о-о-о-о-о-о, ворчу спасать, не? Так, орча... Прикапывает. Там на три виндвока маны. Почему он пешком уходит? Довольно... Довольно спокойно он оттуда ушел. То есть решил ману не тратить. Может, стоило выбрать с первого уровня козла скилл? Не, ну он же там крипился до этого. Ему энты помогли, чтобы прокрипиться с одной арчей. Персональный ТП тут. Персональный для того, чтобы в случае окружения ты смог все-таки уйти. После прикопки. Ох, висп. Два крита. Вообще шансов не оставили виспу. Там очень мало времени на подготовку. Выигрывает немного времени сейчас лин, отменяя прикапывающуюся шахту и убивая. Уже второго виспа недоконтроливает очень сильно инфи. Очень сильно недоконтроливает инфи. Снова минус шахта. В это время сэха крепится. Нет, лин вообще прекрасно контролит ситуацию на карте. Удивительно. Прям, прям очень уверенно. Подошел к дереву, а там сова висит он сразу. Ой, опасный момент. Очень опасный момент. Очень опасный. А это ошибка. Г-г. Не стоит хвалить, видимо, да? Потому что начинается какая-то дичь. То есть у него по времени была возможность уйти на персоналки. Да, там было три кота, но у него было где-то 190 хп. Он должен был уходить на персоналки. Сразу. Если бы оценил ситуацию, сразу бы ушел. Но... Да, и он накормил сейчас козла. То есть он, во-первых, сейчас прекратил контакт, прекратил Харас. Спокойно там база дорутится, и все будет ок. И самое главное, что там козел теперь четвертого уровня. Да, перехвалил. Потому что он где-то законтролился. Довольно большое количество котов. Кипер точно четвертым должен быть. А, нам же показывает справа. Я все никак не могу привыкнуть к этим новым молодежным хадам. Ну, там четыре с небольшим. Что за артефакт? Второй играет на атаку. Т2 готов. Ситуация прекрасная. Чакру мы сейчас наверняка доделываются у него. Светоключей не купил. Третий ха... Повезло, что... Что оставил деревяшку. Деревяшку добили, третий левел получили. Но у инфи уже 50 лимита. Сейчас будет второй грейд. И... Лин пошел в атаку. Наверное, стоит забрать магазин хотя бы ради третьего уровня... Извините, Блэйдмастеру. Видит сейчас вардом лин армию инфи, который крипит оранжевую точку. Скролл зе бист. Фиговый артефакт. Тут же продается. Козел почти пятый. Жуть. Ну все, лину нужно давить. У него ситуация плохая. По лимиту минус 10. По героям у него нет преимущества серьезного. Тут два грейда на атаку, чакрумы. Огромное количество котов. Наверное, со вторыми вардами там будет СХ, да? Да, виспы особенно нужны, учитывая... Учитывая то, что вся игра идет от козла. Если не будет ману из спиритволкеров, то... Нечем контрить пятого кипера. Ой, все виспы просто... Диспелят... Диспелят все. Диспелят спиритволкеров. Диспелят Сиху. Блэйдмастера. Ну, короче, там пустые должны быть герои. Вообще без шансов. Пятый козел. Стенка на стенку. Еще свиток лечения есть. Тут просто через атаку выигрывается все. Через атаку! Свиток пора. Есть, молодец. Одну Хантресу. Даже Хантресу не убил он. Прикапывает Блэйда. Окружает. У него нет маны. До свидания. Все. Да вот так вот и закончится все. 40 лимита на 60. Экспанд стоит. Козел сейчас 6-й будет. Ну... Ой, одного кота сейчас убил. Одного кота. Я просто представил, насколько это обидно проигрывать с таким вот эльфом. То есть это даже не его основная раса. Но он просто исполняет стратегию наиболее эффективную, проверенную. Исполняет так, ну... Стандартно. То есть не делает ничего сверхъестественного, понимаете? Да какое 5-5? Там эльф тебе гномей не будет уже объяснять. С ультимейтом. Пока ты там 4-й будешь добирать. 5-5. Пошла опять вот эта вот... Да... Армор бы сделать, цветок лечения купить. Но скорее всего он пробежал через магазин, купил еще цветок лечения. И сейчас вот так же через атаку будет просто ушатывать мейн. Ну там магазинчик. Поехали. Ну пока еще Блэйда еще, кстати, нет. Нет Веспов, да, но ничего страшного. Ничего страшного. Там 0-0 просто. Там 0-0. СХ 4-й левел. Новые энты идут. Снова диспл на них. Есть свиток. Вот если есть свиток, то до свидания. Должен быть свиток, по идее. Сейчас вот на эту массу в 70 лимита свиток прочитать. Нету свитка. Но он ждет транквилы. Нужна транквила, все. А вот и свиток подвезли. Опа! Опа! ГГ. Бедный лим. Бедный лим. Блэйда подрезали. Кипера подняли. Котов подняли. Соф сделали им. Не, на самом деле он частично сам виноват. Потому что ты отдал своего героя в ненужный абсолютно момент. Может быть, он атаковал что-то после этого, но я не 100% уверен. Я думал, что он будет от этого. Если он делает это с Блэйдмастером, он вернулся в магазин, он получает новую структуру хиления. Может быть, он может реенгейзировать. Нет виска там еще. Это было, как инфи был бульдозить на него. Да. Это большая борьба, вы знаете, в игре, решающая борьба. Но я думаю, что там не было много. Один структуру больше, и может... Че, никто не играл в 2005, где второй барак катапы? Какие катапы? Катапы здесь тебе ничем не помогут. То есть с катапами ты в мега-агрессию играть не можешь. Ты можешь защищаться эффективнее с ними. Плюс, что тебе делать с... Ну, где у тебя стенка будет? Какая у тебя стенка будет? Тебе нужно делать диспл? Нужно. Катапы хорошо заходят в лейте, в массе, когда впереди стоит там орда, и сзади там 3-4 катапульты стреляют по котам. Но чтобы это сделать, учитывая такой ранний экспант эльфа, ну, ты должен просто ему все отдать. То есть ты столько времени потратишь, что у него будет такой лимит, что мешало ему хатхантеров строить. Хатхантеры тоже не выигрывают в такой ситуации. Опять же, из-за того, что котов подняли, из-за того, что есть энты, которые унижают хатхантеров, хатхантеры не являются такой чистой контроль к котам. Да, они наносят бонусный урон, но и коты тоже наносят бонусный урон. У них, причем, не просто мили, а халф мили дэмэдж, поэтому им не обязательно близко подходить. Нужно большое количество хатхантеров, чтобы, ну, типа 8+, так скажем, приблизительно, чтобы уже начать нормально с котами работать из-за фокуса, из-за там позиции. В идеале, конечно, нужны берсеркеры, потому что там слишком... слишком хороший урон. Очень отличный апгрейд у берсов. Их еще апнули немножко. Они меньше урона получают, кажется, при включении этого режима. Но я-то гнул, скота пнули. Не, ну, кого ты гнул? Кого ты гнул? Тут как бы совсем другие ребята, понимаешь? Что тогда делать? Змейки фигачи. Пока что, пока что, цеха со змейками от Линн, того же самого, были ближе по результату, чем все остальное. Но, судя по всему, Линн сам еще находится в творческом поиске. Вы хотя бы вспомните вот на этой карте, когда он пикнул также эту карту... Блин, с кем? С Муном, да? Вчера. И там были виверны с шаманами. Виверны с шаманами. И вполне вероятно, он сейчас попробует сделать такую же фигню. Посмотрим, получится... Потому что вчера у нее не получилось. Вообще не получилось. Вот. У нас было предположение, что там первая виверна, учитывая, что Элит восстанавливается на Т1, учитывая то, что там много котов, мало арчей, она хорошо харасит. Шаманы, с одной стороны, и диспелят, потому что у них Пурш подешевле стал. Пусть не так эффективно, как Спирит Волкер, но тем не менее. Плюс потом делается Лайтинг Шилд, и Таурен вторым героем врывается в котов со стомпом под ЛСом и разваливается. Ну, как бы, такой план. Но посмотрим, будет или не будет. Посмотрим. Смейл, привет. Всем, друзья, добрый день. У нас матч за третье место. Пока что как-то без интриги он проходит. Инфи поставил эльфов и весьма уверенно Лина в первой катке одолел. Была грубейшая ошибка от Лины за, наверное, всю игру. Единственная ошибка и очень грубая. Он отдал своего главного героя, потерял инициативу, дал козлу раскачаться. Вот, а в остальном все было ровненько. Каждый делал то, что задумывал. Козел попытался и поставил базу с небольшой задержкой. А Орк пытался таймингов на лимите 50 с героями 3-3 его прийти и убить. Опасный момент. Вовремя... Что? Смотрите на лицо Лины. Он там прям так вот улыбочку натянул, головой помотал. Он в абсолютно таком дефолтном моменте сейчас ошибся. Должен был добивать, конечно. Что ж такое? Не разговорился с утра. Я не совсем понимаю, зачем... Там, скорее всего, просветку купил кипер. И... А-а-а-а. Ой, хорошо. Вызывает энтов, подкапывает гранта, угадывает очень классно инфи с маршрутом криппинга. Очень дорогие. Не добивает гранта. Справа арчи тупят. Ну, некоторое время получали урон от Мурлоков, хотя там энд стоял, и он как бы пришел сюда танковать. Старт отвратительный. Прибежали, почти ничего не нахарасили, попытались прокрепиться, выбили артефакт, потеряли гранта. При этом еще попутно эльф продолжает крипиться. Продолжал л... Ох, а что же микро ошибка? Он хочет третий левел получить на зеленой точке, чтобы блэдмастер ему не мешал. Поэтому ушел сейчас влево. Тут хорошая застройка. Не достает, не достает. Да. Причем закупаться в нем, естественно, можно, а вот отменить его уже нельзя. Красиво. А где экспант у эльфа? Он вроде по логике уже должен его пытаться хотя бы на халяву ставить. Где-то на севере. Стоит отметить, что инфи сейчас несколько другая ситуация. Он, во-первых, не пошел харасить и не поставил сразу быстрый экспант, решил сделать тэк. Может быть, это подстройка, кстати, под заготовку Лина. Ту самую с вивернами и с шаманами. Посмотрим. Где иконки у героев? Ну, забыли китайцы. Ну что, бывает такое. Все равно, с точки зрения продакшена, этот голд лучший. А, вот интересное место для экспанда. Смотрите. Чувствовал, что... Ну, он знал, что Блэйдмайстер ушел в инвиз, но не знал... Там всегда такой вопрос, он на дистанции держится или за тобой прям бежит, чтобы бить? О, это же минус СХ. Если правильно все сделать, там вторая... О, nice hex. О! А, ловит еще грантов. О-о-о-о! Сыхачудом ушел оттуда, на самом деле. То есть, ну, как это Лину, надо спасибо сказать, что он правильно захексил, правильно у него закупка была, свиток проюзал и бежал. То есть, чтобы законтрить эту прикопку первую, ты должен hex сделать... сделать... прожать предмет. Блин, он все равно пришел. Смотрите, он ставит экспант, он крепится. Ой, и сейчас можно Блэйда прикопать. Йо-моё. Не, ну, под Боросом не стоит, конечно, сражаться. Надо как-то по магазинчику пострелять аккуратненько по алтарю, попровоцировать, короче говоря, убить магазин было бы идеально. Задача этой атаки та же самая, что и на старте прошлой игры. То есть, приковать внимание врага к вот... ну, вот к этому месту, к этой части карты, сделав... обезопасив таким образом строительство экспанда. Это первая задача. Плюс, сейчас инфи чувствует, что он как бы лучше по уровню героя, и он спокойно добивает... Что? А чего он... Алтарь ты не хочешь добить? Что? Я не понял вообще. А... Ну, это абсолютно... Комментатор, вас ничего не смущает? Учитывая то, что у тебя кипер, учитывая то, что ты постоянно при желании угрожаешь героям, не добить такой алтарь! Не добить такой алтарь! Ну, то есть, понимаете, да? Он... Ему нужно было сделать один залп, даже не всеми. Ему можно было там парой котов пару раз выстрелить, все, минус алтарь. И следующее же... Следующее же убийство героя значительно тяжелее переживается для орка. Значительно тяжелее. Ему уже нужно думать. Либо терять время на алтаре, либо выстаскивать из таверны за бешеные деньги. Что это? Да, артефакт-то хороший. Но я... Да, вот у меня такое же выражение лица Роанна Мисс Грейт было. Абсолютно такое. Какого? Что? Что? Крайне странно. Есть свиток у кипера, прикапывает он рейдера, киперу угрожает, у него не ТП, кстати, да угрожаешься. Зря здесь сражается инфи. То есть, по идее, он не должен сейчас сражаться. Ну, он только поставил экспант, у него битая армия, у него козел без ТП. Все? Свиток. Ну вот, да, да, выпендривался. А вот сейчас был минус-алтарь, представляете? Блэда можно потерять. Нет. Да надо сразу в таверне выкупать, у него должны быть деньги. И он заказывает. Вот какого, какого, как, 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 я не понял вообще. Не понимаю. Ладно, хорошо. Ну, не добил и не добил. Ну, чё ты к нему привязался-то, а? Ну, вот он горит тут с воскрешающим. А, во, алтарь! Такие... Какой лаки, какой лаки, блин. Как, как... Ах, ладно, всё, всё, выдохнули. Так, выкупил в таверне всё-таки. Герой, ну, правильно. Единственное, что не совсем понятно, к чему была вот эта вот агрессия с... 45 лимит на 45. Вполне реальные шансы в этой игре Улина затащить. Да, он всё ещё в роли догоняющего, просто потому, что экспант у эльфа есть. И с этим нужно что-то делать. И чем скорее, тем лучше. Он перекупает с видок лечения. Хорошая тема. Козёл приходит, такой уже... Всё, извините. Только ТП остался. Ладно, берём ТП. Выманиваем. Сеточка окружили, чтобы никуда не ушёл. Здесь сложновато будет, конечно, с драконом сразиться. сражаться. Потому что по нему стреляют только Козёл и Орча. Но... Да, и он увидит ещё, что Блэйдмастер прибегает. С сложноватым. Не-не-не, у него Женвулл. Какой? Килл им? Ну что же вы начинаете-то, ну? Опять, опять, опять драматизирует Back to Warcraft, ну? Всё, перегруппировываемся. Сейчас может быть Крипджек. 59 лимит у Инфи на 49 у Лина. Почти пятый козёл. Да нет, всё ровненько всё равно у Инфи. На фонтане сражаться хочешь? С Орком? Может быть. Ну, коты не сильнее, хуже. А, стой, тут же можно пофокусить Блэйдам. Вот сейчас Блэйдам нужно пофокусить. Алло, Блэйд? Очень странно, что не стал Гэгэ, а впечатленливает. Ну, он оценил ситуацию, что здесь народу миллион. Очень странные игры. На Лина вообще не похожа. Ошибается. Не сражается до конца. Так кажется, по крайней мере, со стороны. Кто-то может сказать, ну зачем ему ваши, ваши гроши, вот эти вот там, сколько там, пять тысяч, или сколько за третье место, если у него симпатичная китаянка, дочь миллиардера. В качестве жены. Вот. Может быть, конечно, для дополнительной мотивации было бы классно, чтобы игрок был полубедным. или, по крайней мере, помнил, каково это жить. Не знаю, там на 50 баксов в месяц. Чья-чья там, дочь? Чья-чья. Все уже поздно, что ты там спрашиваешь. Поздно. Для мотивации круто, когда игрок живет на вокзале. Отлично. С пиццом сливает, что Близзе выпустили патч на баф орков. Да уже выпустили. Не на баф, но на дебаф эльфов. Инфи надо одними арчами играть для полной деморализации. А это вполне реальная стратегия, особенно с козлом. Какие проблемы? Как раз вот от змеек орковских, от этого пуша с Shadow Hunter 3 уровня, со змейками, отбиваются. Мун отбивался. Именно через два барака и масса арчей. То есть он начинал с котов, а потом, учитывая то, что коты рассыпаются под змейками, переходит в арчей с двумя грейдами на атаку, с грейдом на дальность, и энты впереди, и все, и там такая орда сзади по урону. Неужели не будет интриги? Неужели не будет никакой борьбы в матче за третье место? Неужели эльфы настолько хороши, что инфи готов вот так вот взять просто и и в сухую, в сухую, даже, даже с муном получилось, нет, с муном тоже в сухую получилось. Отлететь от двух эльфов 0.3 просто. Мне обидно просто за орков. А чего они сидят? Трех побед играет? Не, просто им нравится играть. Решили с торгов, ну, просто еще катнуть во фан. Там разница 34 место баксов 300. Ну, слушай, 300 баксов, это... Да, с муном больше, я согласен, Мадга, с муном хотя бы борьба какая-то была. То есть там реально более напряженные катки, хотя по счету все в одну калитку, но здесь вообще в... чтобы ты патч пофиксил. Не, 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 я не берусь. Я уже не такой знаток теоретической части, чтобы что-то еще вносить. И по практике у меня давным-давно нормального варкрафта не было. Нормального варкрафта звучит как давным-давно нормального... Ну, вы поняли. Да, меняется, меняется, это как сообщающиеся сосуды. Ладно, неважно. Крепимся. Крепимся. Топ-3 Хуман взял, а они на баланс Вайнен, говорит Луна Стар. Да, андеды молчат, а... Мы же совсем забыли про тех, кто даже не в топ-4. Про тех, кто даже в плей-офф не вышел. Про андедов. Вымерли андеды. Где они? Почему, почему император бездействует? Неужели ему все равно? Сейчас Линн проиграет, сядет расстроенный в свой Мерседес и поедет в шанхайскую башню в ресторан кушать птичьи гнезда, запивая французским вином. Как он будет переживать о проигрыше, говорит Платину. Да, нам всем его жалко. Окей, мы видим Хантерс Холл, мы видим повторение в Харасящий Козел. Это шаблон первой игры, повторяется. Висп будет... О, какой блок! Вы видите, там пионы просто встали на пути энтов и не дали пройти и отменить бору. А, сейчас, да пофиг вообще на эти фокусы твои, арковские, и я как хотел ставить эксп, так и ставлю эксп, понял? Вот, там хоть пионами танцуй, просто на базе, песни пой, хороводы води. Моя задача тут просто тебя отвлекать. Было бы неплохо, конечно, вторую бору отменить, но, особо не переживаю, я думаю. Так. Второй уровень, побежал Блейд через магазин. Козлу нужно возвращаться к активному Харасу, потому что вроде как он упустил момент, упустил Блейда и, соответственно, ставит под угрозу свой эксп. А Блейд понимает, что его опять водят за нос и пытается сейчас что-то с этим сделать, хотя база уже наполовину сделана. Первый код, соответственно, сова пошла. Блейд приходит, видим Блейда. Блейд начинает, ну такой тайминг прекрасный. Козел приходит, Блейд приходит. Ну давай, отменяй. Козел первым замечает книгу ловкости, оставленную им же. Да, не хочет даже прикапывать, потому что видит, насколько затарен Блейдмастер, что у него тут и персоналка, и замазок на еще двух Блейдов полных. Эх. Соколюка отдельный привет. Я переживаю, что Сокол может получить моральную травму, видя, как унижают просто зеленых его братьев. Бедолага приходит, пытается, ну хоть что-то сделать, ну хоть Мунвелл дайте мне отменить. Ну, ну ладно, ну ладно, все. Ну как нет, у него есть дерево рядышком, в Сававиде даст очень далеко. Что за имба? Теперь Экс меня отменишь, тебя сразу увидят. В следующем патче сделали Савав уже платных. Поэтому, но сейчас терпим, но сейчас терпим. Выкапывается деревом, начинает вынужденно крипиться козел, тут рядышком уже подходит Блейдмастер, делает просветку, видит Блейда, прикапывает Блейда, спокойно добивает, забирает артефакт, на Блейда не обращает внимания, но сейчас он начал атаковать Арчу, повернулись, дали ему залп, перебили лечение, ну что просто не взрывался. Ну куда ты опять, ну куда ты лезешь? Беги домой. О, змейки все-таки в этот раз. Да, попытка сейчас будет, попытка запушить Сахой со вторыми змейками, посмотрим, к чему это приведет. Дерево почти дошло уже. Ого, еще больше баланса. Tom of Expo, здравствуйте. Какая боль, какая боль. Пытается отменить, выиграть немножко времени Блейдмастера, может получиться, но уже нельзя отдавать, ему надо прикапываться, прям прикапывать. Опа. Да, шахта не отменена, соответственно, таймингу, ну, по деньгам Элиф не потеряет ничего, Саха обкрепится, Блейд пытается сделать там второй-третий заход, но он отменил Мунвелл, что вы хотите, все нормально. И не умер еще, что самое главное. Так, тут второй барак, огромное количество Вльяса, ну, это стандартная тема, если ты так долго на Т1 задерживаешься, у тебя скапливается, больше не на что тратить, ты стандартно там 7-8 виспов подстраиваешь, можно потом спокойно переводить виспов, то есть не подстраивать новых, а переводить просто с мейном. Это нужно делать хотя бы для того, чтобы добыча стартовала раньше, ну и, конечно же, еще пару виспов желательно, в принципе, переводить сразу на экспан, потому что атака прилетит именно туда. Никто в здравом уме не пойдет на мейн, потому что там изначально хорошая защита, там есть там три Мунвелла, скажем. Именно поэтому эльфы стараются в такой ситуации, когда нужно, ну, распределить, в общем, делают, например, магазин по центру, как сейчас сделал, грамотно инфи, перенести, там, второй барак поставить на экспанде, перенести новый, ставить Мунвелла тоже на экспанде, для того, чтобы не было у тебя перекоса, там, слишком уязвимого места, или, потому что у орка есть выбор, куда направлять свою атаку. Тут, с другой стороны, инфи не тормозит, он продолжает крепиться, он уже выкупил один свиток, это очень важный момент. Еще один бонус, такой бонус, немаловажный для эльфа, это наличие лагеря наемников, то есть ты, в принципе, к атаке должен только сделать Мунвелл, который откроет тебе лимит 60, вот он достраивается, чакрумы доделываются, хорошо, а потом, хопа, и под утро берешь себе и берсерка, и огра солдата, и големчика под слоу, если хочется, если, ну, то есть, тебе нет потребности там, ждать, когда выйдут 2-4 кота. Ох, ЛС, недоконтроливаем ЛС, так, все увидел. Да, выкупает как раз нейтралов, 56 лимита, как раз прилетает орковская атака, нужно взять сейчас 2-3 виспов и просто отбиться. Да, вот только вот виспов нельзя отдавать, вот так на блейде. 56, 49, битые коты, и козел с лайким щелдом, уже без, бежит вперед, пытается виспами, ой, как много виспов, раз, два, да, ну еще 4 виспа есть. Не знаю, почему змейку не убил. Опять же, время, время, время работает. Не на Лина, надо перегруппироваться, полечить. Там, если будет пятый козел, виспов еще надо сделать, просто виспов сделать, побольше, да, 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 потому что и леса нет, и они реально могут спасти. Лин решает нанести удар по главной базе. Видимо, наличие Мунвелла в бараке на экспанде его не вдохновило, и он подумал, что даже Мейн может быть менее защищен, чем экспан. Новые виспы делаются, тут уже змейки готовы. Да, выходит, выходит виспы, большое количество виспов, на спидах пытаются отойти, ооо, вот это плохо. Минус 2, спиритволкера без маны, и сухую еще задиспалить, все, ну, там не должно быть вообще маны. Блэйдмастер, инвул, на последних хитах, свиток нужен, сейчас эльфу прочитать, свиток прочитать, свиток читает, 51.46, лимиты неплохие, Лин может продавить, но новые энты появляются, козел не пятый, сейчас будет пятый, кстати, козел, да, на козле должен отковыриваться, хотя вар, смотри, сколько змеек, смотрите, сколько змеек, пятый, пятый козел, все, надо уходить чисто варчей, ой, кодой, кодой молодого, оп, хэдшот, и рейдеры еще, смотрите, оп, шарпшутер просто, да, это 7,7 лимита, он их хорошо забрал, 33, правда, тем не менее, у инфи, ситуация не очень хорошая у него, сейчас на магазине надо отбиваться просто, на мане, видите, что творит козел, он с амулетом маны, выпил, выпил реген, и отстреливает, надежда лина, это, это герой, это вот, почти 4,4, но там кибер почти 6, я забею уже все, это, мне больно на это смотреть, да, 35, так, он всех виспов просто вытащил из, из экспон, и гонит, гонит, ну ему сейчас каждый юнит на самом деле важен, чтобы как раз вот 6 получить, а вот сейчас как раз вспомните, масса арчами кто-то говорил, типа унизить, сейчас только арчей нужно строить, потому что коты против вторых змейков уже в такой ситуации особо не решают, ты можешь сделать там, я не знаю, опять же закупать, закупать огра солдата, потому что у него нет вот таких проблем с армором, и дело чисто арчей, но хотя он достраивает почему-то двух котов, хрен его знает, почему, у Лина 50 лимита, ситуация неплохая, он выходит строить базу что ли, хочет затянуть, неплохой вариант, ну потому что сейчас эльф в пассив мод такой заходит, может он хочет просто докрепить четвертый уровень, или ждет, типа у него просто свободное время есть, просто типа по пути, не знаю, четвертого не хватает немножко Блэгмастеру, так, 48, 49, что там по свитку, инвол, ой, нехорошая позиция для эльфа, ну там опять диспл есть, смотрите, там 4 спиритволкера, не, Линн должен разруливать это все, безобразие, во-первых, инфи допускает ошибку, он не должен здесь сражаться, ему не нужно здесь сражаться, да, ну наконец-то этого зажравшегося эльфа наказали, да, вот так вот, и подкормил, смотрите, СХ ключевой, вот ключевой, реально ключевой герой этого матча, это СХ пятого уровня, все, получит шансов никаких, даже с третьими, просто третьей змейки, я не знаю что, третьей змейки, третье лечение, одинаково все хорошо, лимит сопоставимый, но подкормил, подкормил, сейчас либо надо диспелить его с ног до головы, опять миллионы виспов, отдает опять, вот, кота, очень небрежно играет, новые виспы, готовятся 5 человек, новых сразу достраивает, там 4 спирит-волкера, если их не задиспелить, толку вообще никакого не будет, хорошо растягивает армию, линд сейчас, молодец, перебивает лечение, блин, все равно гонит, ой, сейчас хороший момент, еще, вот еще, зачем подошел, диспель, тшшш, блэдмайстер очень битый, но у него есть свиток, он юзает свиток, да ладно, еще можно выиграть, что ли здесь, минус, минус код, а где варды, где варды, он переучился, что ли, а где хекс тогда, не, не, не переучился, просто он не вызывал вообще змеи, экономил ману, 30 ман и змейка, давайте поэкономим теперь, да, пятый уровень, до свидания, пятый сэха, давайте посмотрим сейчас, как, ну что делать козлу, в такой ситуации, он конечно шестой, но толком, тут лимита мало очень, погнали, погнали все-таки, погнали, транквилла пошла, диспел, 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 но блейд-то нарезает, извините, сэха очень, кстати, пустой, в плане маны, ничего у него нет, е-мое, там почти пятый блейд, это же еще одно лечение, он третье лечение взял вообще, да, третье лечение взял, два диспелом, неужели вот такой вот масс скотов, с горем пополам, благодаря большому количеству ошибок у эльфа, удалось лучшему орку мира погнать, понимаете, вот в такой только ситуации удалось, только в такой, еще как бы не все, но тут уже близко к ГГ, но инфи, вот это вот сражение у магазина, то есть абсолютно, абсолютно нелогичное, то есть зачем, зачем, то есть у тебя там ни мунвелов, ни бараков, только что, ну, у вас более-менее равны лимиты, он сам придет, но если лин будет тянуть, то могут, может шансов быть, ну, то есть, все-таки есть еще шансы у эльфа, опять же, лишить сахуманы, и на этом сыграть, 52, 55, сетки-сетки подрезают еще, и двигается сейчас лин на базу, на мейн кинфи, ну, вообще пофиг на этот барак, учитывая то, что уже апкип, есть лагерь наемников поблизости, и учитывая позицию этого барака, там уже сколько юнитов было подрезано из-за этой хреновой позиции, лин собирается ставить барак, на базу, выходят новые виспы, и идет в атаку сейчас, как вы видите, инфи, хантов, надо диспл, один только заходит, диспл, ой, какой диспл, ой, там энты разваливаются просто, но виспы гонят просто армию, еще один диспл прекрасный, да ладно, не, маловато виспок, мне кажется, транквилла пошла, ну, мне кажется, что тут просто с блэйдом и с сухой не справятся банально, да, да, справился лин, слава тебе господи, ааа, почти шестой сэха, но с каким трудом, с каким трудом это происходит, чертово ушастая имба, падают коты, почти шестой сэха, шестой получает сэха, ну, такой все красный, смотрите, ворка еще, ну, там есть третье лечение, опять же, трррр, и восстановим, о, хорошо, 40 лимит на 52, нычка ставится у Лина, все нормально, это 2-1, об этом еще не знает инфи, но он, он играл, знаете, такое бывает, когда ты играешь заведомо с каким-то преимуществом, и уже начинаешь, ну, ну, или играешь сильнее против человека, который, например, слабее тебе играет, и начинаешь уже там расслабленно как-то, не собрано, недооцениваешь его, начинаешь уже сражаться там, где не надо по-хорошему сражаться, принимать риски, ну, типа, а я и так смогу, но вот это сражение было тоже из серии такого шапка-закидательства, зачем? Причем, он тут же понял, что он был неправ, и стелепортировался спустя несколько секунд, абсолютно ненужное сражение, слив там почти 10 лимита, кормежка вражеских героев, ну, зачем? Зачем? То есть у него шаблон элементарный, как завещал Вайтра, мы строим экспант, а потом защищаем его, все, больше ничего придумывать не нужно, никаких там походов, кроме как затариться в этом, в магазине, никаких там сражений, ни на своем экспанде, ни на своей базе, ничего этого не нужно, ничего придумывать не нужно, ты просто делаешь разведку на всякий случай, чтобы он халявный экспант не поставил, и все, если экспанда нет, он сам придет. Веспов огромное количество, там, наверное, человек 8 пойдет в атаку, ну, должен сейчас догадаться, ну, он, скорее всего, знает инфе, что там есть эксп, потому что 4 диверсанта, деревяшки, идут по югу, чтобы, чтобы как-то, ну, либо разведку сделать, либо, может, там подбить, ДПС-то у них не получается, да, 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 там такой, у змейки 50 пирсингового урона, 50, ох, 50, может, Блэйдмастер, Блэйдсторм, Блэйдмастер, Блэйдмастер, шестой левел, если получим, давай, Блэйдмастер, Блэйдмастер, 228, 229, извините, крит, ой, хочу Блэйдшторм в ворчах увидеть, просто, чтобы инфи морально подавить, морально подавить, и чтобы покричать, а в конце концов, как корейцы сумасшедшие, раньше Блэйдмастер достигал шестого чащи, конечно, в роке, ладно, ну, чуть раньше, ну, что, пробуем, ДПС там, конечно, очень хороший, Блэйдмастер, Блэйдмастер, очень мидо, Блэйдмастер, 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 ой, там Транквилла пытается выхилить, хватает, кстати, ну, там динамика была отрицательная, но Блэйдшторм заканчивается, козел пытается что-то сделать, ему перебивают ульту, Блэйд продолжает нарезать, критует на 200, и телепортируется отсюда, телепортируется? Зачем? Странно. Ну, он понял, что развалится там уже после этого. Ну, так корейцы просто, если вы не слышали, как корейцы раньше кричали, Блэйдс Томбэйдмастер, то у вас нет положительных ассоциаций. Ройал гейм, предупреждение тебя. Вот. Такое случается просто редко, и можно по... Ашимидо. Да, можно по... подурачиться. Где мишки? Какие мишки? Что это? Есть такой юнит у эльфа? Зачем? У нас есть коты. Коты, два грейда на атаку, на атаку Чакрумы и все. И милишный урон где-то 35 суммарным, с отскоками. Ну что, опять виспы идут вперед. Такое впечатление, что... Ооох. О-о-о-о! Опять без диспала. Транквилла пошла. Да ладно, ну что, выиграть, что ли, может? Вы издеваетесь? Не-не-не-не-не-не-не-не-не-нет-нет-нет-нет. Все нормально, все нормально. Блэйдмастер живой. Нарезает. Не-не-не, коты битые, арчи битые. Все, гоним, гоним, гоним. Все хорошо. Виспы только что собирали лес, и хоп, там энты появились. Такие виспы, ну что ж тут поделать, надо диспалить идти. Такая вот у нас работа. Это просто моя работа. Скажите, а что вы делаете? Ой, это, да, такая потенциальная нес... Да, проезжаем. В общем, сейчас мы видим, как добивают незадачливого эльфа, который подумал, что может абы как исполнять... Исполнять котов. А к котам нужно относиться, конечно, очень внимательно, потому что кот помнит все. Фото, заговорить эльфам нужно срочно второго козла, а то нечестно. Транквилы, так, друг за дружкой, инвулны. 2-1, 2-1. Ну, хоть борьба есть. Последний раз, неизвестный пишет, последний раз, когда я играл в Варкрафт, это было еще на Диалапе. И часть чатика, наверное, уже не знает, что это такая за секретная технология. Что? Тут у нас всем за 30, тут все старперы. Диалап, удивил. Помню, в Питере в Эплас был, ночи бесплатные, модемные. Ой, этот пинг 180-250. Дозвоны. MP3-шки, Винамп, Аська. 98-й Windows. Ладно, XP. 24, 30, 19, 17, 17? 9, ну, конечно, да. А, это пинги вы пишете. Я думал, я думал. 78, понятно. Кто о чем? Кто о чем? Молодцы, ребят. А ты что, и все еще Аськой не пользуешься на бас? Я рассказывал, что зашел как-то в Аську где-то с... Год назад. 2-3-2-5-5-2-2-5-0-2. Номер Аськи. Вот. И там... И там такой флешбек просто. То есть там никнеймы, там кто-то сидит еще. Общается. Я в шоке. О чем-то пойду Зука заварю. А ты мажор. Мы юпи пили. Зука. Пф. Ничего себе. 200 пинк вообще стандарт для Владивостока, говорит Разбрань и Трон, только он с таким и тренинг. Да, да. Да, Квип, конечно, потом после Аськи был, потому что значительно лучше. Значительно. А, инвайт еще. Инвайт. Просто добавь воды. Какие же мы старые. Поехали. Теремас. Может, он вайт на 2 литра, да? Да, сифоны, да, сифоны с баллончиками. Чтобы газировочку делать. Миша любит мамбу. И Сережа тоже. Рубрика флэшбэков из Вьетнама. Помню, как играли отборы на ВЦГ. После того, как с Ливи сидели и смотрели, как Михаил комментировал Вика Вебе на ВДНХ дальнейший матч. С Караваджо, если память не изменяет. Вполне вероятно. Три года назад зашел в Квип 2005. В старый аккаунт. Там были люди онлайн. Один даже написал, если меня не видел, говорит Ламка. Да, это любопытное ощущение. Очень любопытное. Старгог говорит, я на ГГ зарегистрировался раньше, чем паспорт получил. Разные люди, разные судьбы, разные возраста. Но Варкрафт вроде как понимают... Ну, кое-как. Все. Что у нас там по герою? Удиви меня. Удиви меня, инфи. Нет, вряд ли, конечно, будет. Понятно. Совсем разведки нет от Лина. Ну, на ТС очень любит Лин по маршруту выходить и артефакты выбивать. Ему, по сути, нужно понять тайминг экспанда. Может быть, он его знает. Может быть, он смотрел игры. Может быть, он сделает разведку чуть позже. Смысл... Не, он бежит сразу. Он бежит сразу. Он не будет выбивать артефакты. Он прям, прям вот бежит сразу. Вардис. Ох, еще этого не хватало. Да, прибегает Блейд, продает... Ой, барак можно отменить. Барак можно... Барак можно отменить. А, нет, уже нельзя. Там слишком мало дамага. Блин, грамотно, конечно. Ты приходит... Приходит враг, ты делаешь сразу на него ретаргет, и тролли забывают про все, начинают по нему стрелять. Вообще халява. Так можно Блейда убить. А, нет, нельзя, второго левела нет. У нас же прикопки нет. Можно было через вард бы убить Блейда, если бы, да, крепили эту... Эту... Эту точку. Да. Нормально похарасил, че. Отлично. Добил одного несчастного жреца лесных троллей. Опустил здоровье до... Неимоверного уровня. Замазывается сейчас. Ой, ну хочется перебить лично... Регенерирующегося Блейдмастера. Ой, ему подарок, смотрите, какой маленький кобальт. Ай! А, перебил все-таки. Перебил. А вот сейчас уже опасно здесь находиться, друг. Очень опасно. Что, серьезно будешь... Не-не-не, это ошибка. Нельзя. Нельзя было так делать. Хотя варда близко уже нет. Он уже может себе позволить. Уже можно. Может быть, он специально выманил вот эту грамотную штуку. Да, он на тригене. Там виндвок второго нет. Опять драматизирует на ровном месте Back to Warcraft. Жалко. У Бэм какое-то нездоровье в ветви зеленый. Ну так лучше, чем голубым быть. Правильно. Хотели, фото особо не смущает. Цвета стандартные, как вы видите. Пошла разведка весь вспомнил. Интересно, что он собирается увидеть на базе Орк. Серьезно? О, спасибо. Кофе. Ммм. Ммм. Кипер продолжает решать свои насущные проблемы. У него там растет дерево. Он разбирается с окружением ближайшим. Довольно ровненько все. Магазин. Мунвелл, вы смотрите, тоже хороший какой. На будущую оборону экспанда тоже поможет. Причем он таким образом еще обороняет магазин, стоящий рядом. То есть, в принципе, и там можно посражаться. Сову на Энта можно кинуть? Не-не-не-нет. Но это хорошая фишка была бы. Вообще классная. Но что, это же деревяшка, правильно? Почему бы там сове не посидеть? И виспа тоже по логике можно вокруг Энта поставить, крутиться. Ох, и там такие фишки можно сделать. Представляете? Это мобильный детектор. То есть, Энд, который с совой бегает, светит. Ох, это как Шейда. Ну, то есть, только видимый. И еще с руки может дать. Класс. Ребята, срочно нужно Близзард писать. Ну и стивай, ты прекрасные идеи подаешь. Просто замечательные. Ну, это, на самом деле, контриться просто, как бы, дисполом и все. И Энд контрится дисполом, и сова контрится дисполом. Но с точки зрения механики, это очень крутая штука. Имба же. Да нет, оно же дисполится все. Ну, дерево с Энта добив... Нет, просто Энд бежит, вокруг него крутится висп. Страшно, страшно. Для диспола. Три кольца у Блэйдмастера. Нормально повыбивал. Нормально. Какие же у тебя там криты будут? 60? А, плюс 9. Хорошо. Ох, ну, за дис... Ох, ты какой, смотрите, какой висп дерзкий. Он... Он долгое время не... Не диспейлился, несмотря на то, что у него хп оставалась там парочка. Почему сейчас орки не застраивают на Т2? Ну, СХ пустой. Я не знаю, толку от него не так много. У них есть, в принципе, время до того момента, как начнется добыча. То есть сейчас только-только доручивается шахта. То есть вот он может сейчас идти. Может быть... Может быть из-за бафа суммарного и Арчи, и Хантрес, Томов Экспиринс. Не, ну... Окей, пофиг, да. Зачем им бы использовать? Ох, вей, ты же через Козла играешь. Ошибается. Короче, Инфи не берет Томов Экспиринс на той точке, где его иногда специально выбивают. Понимаете? Специально выбивает. Он даже не парится по этому поводу. Добивает, но Артефакт забирает Эльф. Довольно шустрый козел. Да. Если бы он сделал две простые вещи, взял Томов Эксп, повесил бы Саву, он бы сейчас был почти пятого уровня. Что? А нахрена ты сюда пришел, скажи мне? Ну, ха-ха-ха-ха! Что, блин? Абсолютно... Ну как ты так можешь? Что это такое? Это вот так же, как в прошлой игре. Я выйду... Это уже лучше, чем в прошлой игре на магазине. Тут ты, по крайней мере, не начал сражаться. Но зачем ты сюда пришел-то, в конце концов? Ну ладно, хорошо. Бывает. Бывает. Сейчас Лин может его спокойно спушануть. Че, козел не пятый, лимит сопоставимый. Мунвеллы... Ну, короче, виспы пошли. Пошел диспл. Перегруппировывается Лин, старается. Ох, как же, как же, змейки-то подрешивают. Ну, хотя их можно вот в такой ситуации подстреливать. Еще минус висп. Светок лечения есть у серпенварды. Пошли. Висп раз, висп два. Попал по всем трем. А там большой бутылек мана у вас, ихи. Свиток пошел. Свиток еще один от эльфа. Не своевременный, абсолютно. На двух, на трех юнитов максимум. Отведи парочку, как Мун делает. Потанкуй остальными на 150 хп. Ну, пусть они просядут немножко. Что это за... А, это выкинул, видимо, Блейд. А как бы зарешало сейчас? Он уже пятого левела был бы сейчас. Если бы взял Том Фэкс и взял бы того Кобальда Жирного. Был бы пятый. Был бы, был бы. И, опять же, с большим голодом. Давай, блядь, сделай Тауэр. Да. Несправедливо будет, если инфи одержит победу в такой ситуации. То есть он... У Найхайлс еще начал заниматься непонятно чем. То есть даже четко исполнить стратегию базовую не может. Ну, серьезно. Играет крайне невнимательно. Оставляет Тому Фэкс. Крипит жирную точку, не вешивает Саву. Хотя у него три кота. Может быть, он до этого всем потратил? Но зачем? Идет в атаку непонятно куда. Зачем вот в той ситуации было идти в атаку на орку? У тебя четыре битые хантреса, три арчи после крипинга. У тебя поставился экспон, работает орк, сам к тебе идет. Куда ты лезешь? Куда ты лезешь? То есть он играет вопреки логике. То есть он играет нагло очень. Арчи стоят хреново, впереди танкуют. Но он держит оборону все равно. Прикопку нужно сделать. На Янула развести. Да, сразу Янула. Молодец. Очень красиво, конечно, Линн тут отыгрывает. Да-да-да, он ожидал этой прикопки. А сейчас не боится потерять Блэйда? Прикапывается Рейдер, 51-43. Блин, он еще не продавит его. Скорее всего не продавит. Серьезно. Ну а как? А, магазин рядышком. Ну уже по лимиту не в пользу все Линну. Там контроль идет. Экспанды, вы видите, висп висит. Козел регенит спокойную ману. Время работает на инфе. Блин, закупает, закупает. Ой, неплохо. Да, ну пока там Волкер диспейлился, умирает, короче. Кодой молодой. Голодный все еще. Козел все еще не пятого уровня. Реген ману нужно сбивать. Пион подошел сразу от дерева, так хопа рукой. Пошел Эксп, палец сразу. Хотя я не вижу там синие точки. Была, точно. Еще пара виспов. Одного не диспейлит. Второй задиспейлился ОК. Не подконтролил Арчу. Идет в атаку. Свиток хороший. От Орка. Минус. Съели, короче, еще Кодоя. Пятый левел получает. 52-43. Блэйдмастер рискует, на мой взгляд. Очень сильно рискует Блэйд. Но у него там второе лечение, перегруппировывается. Не, Линд здесь тоже должен затаскивать. То есть на дистанции он здесь выигрывает. Спокойненько нычку, чтобы Эльф здесь не сидел, не... Ночь начинается, вот это плохо. Не продавит уже, капец, говорят. Да не факт. Опять Арчи впереди, Коты сзади. Минус, правда, Грант. Очень хорошо помогают Мунвеллы. Сейчас хорошо контролят. Начал контроль и Тинфи внезапно. Подрезает Кодоя, молодого. Опять же, лечение на него. Он почти переварил кота. Вот выходит довольный, но умирает сразу же. Еще минус Спирит Уолкер. Да ладно. Все равно не продавит. Минус Рейдер. Козел уже на половину шестой. Как же быстро он... Ну, он же как соло-герой получает на 10% больше... Что? Что ты делаешь? Ешь! Ты... Ты... И... И... Я... И... И... Ах, как... Ну, как можно, битым козлом, окружать Блэйда, у которого есть Инвул? То есть, это... Ах... Короче, я не знаю. Что... Там же Анг... А, и что? Ты хочешь Анг обменять на Инвул? В чем смысл? Там крест же... И что? Еще разок. В чем... В чем смысл? Там крест... И что? Давайте, третий еще там эксперт в чатике. Какой смысл? Он не имеет основной дамы. В этой защите, конечно, все, что входит, может быть легко оттуда. Крест гораздо полезнее Инвула, гораздо полезнее. Ладно, продолжается битва, на этот раз на территории Лина, потому что он вынужден здесь сражаться Инфи за экспант. Там крест был, там крест, там крест. Блин, очень нужны свитки здесь. И нет виспов. Должен отковыряться здесь каким-то макаром. Хотя нет, Блейд! Окей. Эльфу, очевидно, не нужен Том оф Экспириенс. Ему не нужно добивать... Жирных крипов на точках. Ему не нужно... Ему можно приходить в атаку, когда в этом нет потребности тратить телепорт. Можно небрежно контролить. Небрежно. То есть там свиток не по таймингу, арчи не на позиции. И... Можно... Можно просто покружать Блейдасенвулом, козлом. Ах, и все равно ты побеждаешь. Блин, мне жалко орков. Реально жалко. Ну что, патч уже выпустили. Да, кстати, первое, второе, третье место. Эльфы. Даже инфи взял эльфа для того, чтобы справиться с Лином. Лин, орк, четвертое место. А нас ждет впереди с вами финал. Это Фогич против Муна. Это будет значительно интересней. Там крест все норм, да? Так, крест же, крест же, крест, крест, крест. Сколько крест стоит? 400? У креста есть серия преимуществ по сравнению с Энгулом. Крест же. Ну ладно, друзья. У нас будет, скорее всего, сейчас пауза в час, а то и в полтора. Я делаю стоп записи. Это, конечно, hardest workhorse мы в Европе в веке. Я думаю, этот человек просто не может быть дотерзан. Он будет работать и работать...